это прям шок крутой эффект ламинирования волос и такой красивый красивый платиновый оттенок приступаем к макияжу я приготовила свою малюсенькую косметичку пришлось прерваться и дождаться захода так сказать солнца привет красотки начинаю новый влог что у нас с вами будет интересненького будет распаковочка от интересного итальянского бренда ликато будем с вами тестировать продукты тоже очень интересные нашумевший такой бренд и будем с вами делать сегодня макияж макияж который я вам обещала который вы давно у меня просите будем использовать с вами новую палеточку вот этот vivienne sabo и сделаем что-нибудь такое крутое но в то же время и повседневное и красивое поехали давайте начнем с распаковки посылочки от ликато у меня там очень интересный комплекс по уходу за волосами окрашенными милированными блондированными а также средства по ходу за телом и лицом а так вот так выглядит посылочка сейчас вместе с вами скроем посмотрим ликато это вообще итальянская профессиональная косметика но по довольно бюджетным ценам потому что есть производство и в россии а вот сырье уже она из италии франции германии и сша так давно не не терпелось попробовать этот нашумевший бренд смотрите как хорошо все упаковано вот так вот пупырки и накладная вот давайте распаковывать так я девчонки заказывала комплекс для волос по уходу за волосами точнее даже по восстановлению слышала очень хорошие отзывы вот вот девчонки так вот такой шикарный комплекс по уходу и восстановлению волос девчонки давайте начнем шампуни смотрите как все упаковано здорово чтобы ничего не дай бог не пролилось да и не запачкала при транспортировке бывает всякое шампунь для долгого сохранения цвета энергия окрашенных волос вот так он выглядит будем все с вами вместе тестировать кому интересно состав произведено девчонки в августе то есть вот все буквально с конвейера так шампунь беленький да такой беленький у него цвет запах такая еле уловимая отдушка профессиональной косметики кто пользовался тот поймет так следующий продукт это для ослабленных и поврежденных волос бальзам софт бальзам вот так он выглядит мне сейчас просто необходимы эти средства восстанавливать свои волосы отращивать смотрите сколько здесь масел в составе это вообще круто для ослабленных поврежденных волос оливковым маслом и вытяжкой авокадо супер вот вся информация тоже дата изготовления 8 месяц 2020 года фокус не пропадай следующий продукт эта маска так распаковываем маска структурное восстановление для поврежденных и ослабленных волос но из той же линейки что и бальзам маска смузи с питательными растительными маслами состав так нет девчонки вот состав здесь тоже много масел и кокоса и органы это просто потрясающе так давайте посмотрим структуру консистенцию такая здесь крышечка заглушечка об ой какая масочка густая мой запах обалденный какого-то прям дорогущего парфюма люксового но не сильно бьет в нос но запах очень классный все с вами будем тестировать смотреть на состояние моих волос до и после так дальше девчонки уход за окрашенными волосами именно за блондированными волосами это тоже мне сейчас необходимо для сохранения благородного оттенка светлых волос это бальзам тоже софт бальзам для защиты пигмента и глубокого увлажнения вот состав с маслицем кокоса отлично давайте посмотрим какого он цвета вот такого вот насыщенного сиреневого цвета это здорово запах еле уловимый деликатный тоже вот больше похож на этот бальзам чека на этот шампунь запах такой профессиональной косметики круто что здесь есть дозатор на самом деле мы обязательно с вами вместе тоже протестируем его и посмотрим насколько здорово он убирает желтизну и еще один продукт это у нас спрей софт блонд для светлён для осветлённых окрашенных волос для светлых вот так он выглядит с функциями тоже защиты пигмента термозащита и глубокое увлажнение вот девчонки состав кому интересно тоже и посмотрим как выглядит он так нет лучше пшикнуть смотрите он такой беленький запах еле уловимый такой же как у этого бальзам чека похоже прям посмотрим будем тоже пробовать это у нас несмываемый уход и теперь средства для лица и тела я заказала вот такие вот три масочки для лица бережное очищение пептидное омоложение а пептидных омоложения даже два да я взяла на подарочек вторую для своей сестры вот такие вот маски сейчас посмотрим с вами информацию и структуру бережное очищение на белой глине это здорово так вот состав белая глина у нас на втором месте уже до масло кокоса тоже витамин е состав потрясающий вообще так и масочка пептидное омоложение у нас очень много здесь полезных компонентов вообще косметика считается натуральной здесь составы основаны на натуральных продуктах смотрите масло ши масло абрикос и все это в самом начале масло макадами уже на третьем месте потрясающе просто давайте посмотрим с вами носами масочки они у нас приходят зафольгированные и как они выглядят да так вот у нас ой какая густая консистенция девчонки но маска возрастная пептидное омоложение они обычно такими бывают что крема что масочки вот такими вот густыми белый цвет запах мой запах крутой не могу даже описать какой ночь крутой тоже классного дорогого парфюма и не бьет в нос одушку очень деликатная так давайте посмотрим теперь на очищающую на белой глине она тоже скорее все будет беленькая да да вот такая беленькая тоже и она вы знаете она такая как как кремовая прям даже я приятно удивлена этот продукт точно не будет засыхать в корку замечательно если вот этот вот эта маска для омоложения она такая плотная то здесь она полегче и достаточно кремовая такая легкий легенькая текстура по запаху запахи очень похожи у обоих масок на самом деле вот такую сыворотку регенерирующую я заказал еще для лица так девчонки вот информация обновление кожи омолаживающий эффект смотрите тоже какой состав классный масло органа голубые водоросли лакриция белая лилия лотос витамины супер давайте посмотрим как она выглядит сыворотку у нас в стекле состав состав потрясающий вообще просто и сама сыворот удобная пипетка с резиновым наконечником вот такая вот она беленькая пипетка кстати хорошо набирает не всегда даже у брендовых производителей будет хорошие пипетки здесь очень удобно смотрите сыворотка буквально начинает таять на коже и она будет хорошо увлажнять я это уже тоже вижу смотрите быстро впитывается жирного блеска тоже не будет это очень важно потому что возрастных линеечках да есть такие питательные средства в основном все выпускают что они утяжеляют кожу здесь достаточно легкий продукт который практически моментально впитывается запах очень классный чувствую даже какие-то натуральные травки что-то такое вот все никакого жирного блеска еще на самом деле круто вот это крутой продукт будем все с вами вместе тестировать смотреть и еще один продукт девчонки для тела это у нас крио сыворотка для тела с активным комплексом антицеллюлитный комплекс для идеальных форм информация здесь не очень видно голубым написано да давайте с вами посмотрим на текстуру вот такая она зелененькая сейчас попробую на руке так ой какой сильный запах ментола девчонки наверное она будет охлаждающая я так подозреваю обязательно с вами тоже ее протестируем на все тело вместе и такая увлажняющая прям вот кожа после нее гладкая гладкая пока еще не впиталось но действительно гладкая так но все девчонки мы с вами все распаковали теперь будем все тестировать с вами вместе делать выводы смотреть на результаты ну что девчонки прилетела я с работы какой-то мне такой помятый вид я вчера наверно до часу ночи пыталась сделать заказ по бланку и фраше я его сделала и нашла в итоге именно тот каталог августовский в котором водичка которая мне безумно понравилась которую можно выбрать в подарок в общем скоро придет обязательно с вами посмотрим заказ и фраше а сейчас у нас за тест средств от ликата я уже некоторые продукты продолжительное время тестирую некоторые будем с вами сегодня тестировать впервые что хочу сказать вот поэтому антицеллюлитному крему для тела сыворотки точнее это сыворотка антицеллюлитный комплекс для идеальных форм девчонки очень понравился действительно охлаждает он такого зеленого цвета то есть это не такой вот зеленый флакончик да он сам такого зеленого цвета гель такой гель который дарит нереальное увлажнение кожи и вместе с тем моментально вообще практически выравнивает ее рельеф я поразилась потому что мне много есть средств антицеллюлитных и от фаберлик и от миксит они все классные но такого эффекта выравнивания рельефа именно кожи и даже тона у меня не было ни от одного средства гель достаточно липковатый когда его начинаешь наносить на тело но буквально через две-три минуты он впитывается подсыхает и кожа становится ровной то есть если у вас есть где-то апельсиновая корка она у нас у всех практически есть да целлюлит и так далее наносишь на это место и кожа как будто разглаживается интересный эффект даже если он и временный все равно круто мне очень понравилось так сейчас будем с вами тестировать шампунь для долгого сохранения цвета и энергия окрашенных волос и будем с вами тестировать девчонки бальзамчик вот именно хочу для сохранения благородного оттенка светлых волос вот этот вот сиреневый сделаем с вами и не смывашку и потом уход за лицом я сейчас отправляюсь в душ помою голову и мы с вами потом сделаем уход за лицом и посмотрим что с волосиками будет что хотел сказать еще по этому средству сейчас нанесла и вспомнила девчонки вот этот приятный ментоловый холодок на теле не вызывает абсолютно никакого дискомфорта если от антицеллюлитников и берлик у меня раздражение кожа начинает вся краснеть то здесь ничего такого не наблюдается и вот этот приятный холодок он даже снимает усталость с ног вечером когда наношу прям вот вообще супер и никакого дискомфорта жжения нет вот легкой легкое такое охлаждение холодок не больше все понравился продукту прям ставлю 10 из 5 помыла голову девчонки шампунем что хочу сказать по нему это гелевая достаточно легкая текстура не кремовый такой тяжелый шампунь а гелевый он очень хорошо промывает голову но пенится средний но здесь практически натуральный состав девчонки поэтому это неудивительно я наносила два раза понемножку пенится средний неплохо допустим вот как салон киада взять faberlic но и не так силикониста как силиконовый шампунь и скажем так в общем средний пенится классно а учитывая то что текстура такая гелевая после нее волосы безумно мягкие сейчас мы будем вместе с вами наносить бальзам я люблю тонирующие такие средства наносить как следующим образом я помыла голову подсушила ее полотенцем подсушила волосы и будем наносить сейчас на подсушенные после шампуня волосы вот этот оттеночный бальзам я взяла перчатки одеваем с вами перчатки будем наносить и потом прочесывать чтобы закрыть наши кончики с вами посеченные заодно да вот он он бальзамчик так вот такого он красивого сиренево синего цвета но больше сиреневый камера немножко при искусственном освещении выдает его как синий и теперь как следует наносим на все волосики аккуратненько вот так а если вы конечно девочка светлая то вам можно сразу после мытья головы наносить но так как у меня темный блонд скажем так да я буду наносить именно так потому что именно так пигмент гораздо лучше впитается волосы я так делаю практически всегда вот в подсушенные волосы он гораздо лучше впитается и заодно ухаживающие свойства все проявятся лучше и лучше он будет работать наносим вот так движениями сверху вниз чтобы закрыть чешуйки волос все чтобы они у нас были гладенькие и красивые теперь про чем с вами с вами гребешком или вот такой вот расческой и оставляем я буду на полчасика наверное держать так как бальзамчик у нас заявлен так с функциями защиты пигмента и глубокого увлажнения вот это мне нужно пусть поработает на волосах подольше так прочесали с вами и теперь будем осуществлять уход за лицо такая красотка вообще так сначала будем с вами очищать очищать буду снимать макияж мицеллярной водичкой и не и вот это смотрите почти ее добил очень комфортно мне нравится она как будто с маслами и для сухой кожи идеально для возрастной подойдет я тоже с удовольствием вот летом и еда использовала прям с привелики сейчас снимем с вами макияж потом умоемся пенкой тоже от его внутрь эффект еще увидите у меня в старом в старом дизайне потому что я в свое время брала большие запасы еще у меня в запасе стоит в новом дизайне девчонки так что мне надолго хватит умоемся вот этой вот пенкой с вами очищающий готова так что я хочу сделать роллинг гель от faberlic немножко почистить поры перед использованием маски маску я девчонки это уже пробовала сегодня будет не первый раз кто писал девчонки что испортили скатку ничего подобного она так же крута как и была раньше да есть очень мелкие частички которые вот я уже не ощущаю на коже ничего ее не испортили мне кажется это тоже самое абсолютно только с небольшим вкраплением частичка она также круто скатывает все вычищает стала ничуть не хуже но это на мой взгляд кожа очищена до скрипы теперь очень интересный продукт маска для лица пептида пептидное омоложение прям вот очень интересно сейчас я второй раз нанесу пока ничего говорить не буду и потом уже расскажу про эффект она такая достаточно плотная кремовая она в корку не застывает пойму я такие продукты наношу под глаза и на веки потому что они тоже нужно нужно нуждаются и в увлажнении и в очищении мне как-то недавно комментарии под видео написали что же вы делаете ваша кожа не выдержит экспериментов и каких экспериментов у меня никаких экспериментов над кожей нет у меня есть правильный уход ежедневный правильный систематический уход зачем же вы наносите маску на глаза и под глаза девчонки мне 35 лет видно что у меня есть морщины на веках поэтому давайте рассуждать здраво и делать выводы я знаю что многие косметические компании не рекомендуют этого делать но я для себя выбрала именно такой уход у меня кожа просто счастлива я не могу наносить маску на все лицо и обойти веки получается я ухаживаю за всем лицо и за всем лицом и целенаправленно пропускаю участок под глазами и над глазами всю жизнь да вот я всю жизнь наношу на лицо да как вот некоторые говорят и пропускаю этот участок то есть он недополучает по сравнению со всем лицом питание очищение увлажнение в таком случае веки у нас получают только крем вокруг глаз до два раза в день по хорошему и все не девчонки я так не могу поступить со своими веками им нужно и питание и увлажнение и тем более такая чудесная маска вот так она выглядит на лице практически без задушки продукт будем ждать с вами 10-15 минут и потом смывать даже 20-30 минут здесь масло макадамия шим абрикоса экстракта ройбуша ройбуш кстати вещь классно никто девчонки не пил чай из ройбуша его даже детям с рождения можно давать почитайте погуглить особенно у кого из детки ройбуш он есть где чей на развес продают это уникальная трава на болотах по моему растет маточное молочко витамин а и ем маска просто огнище но я вам сейчас об эффекте расскажу и покажу уже после того как мы ее смоем прошло 20 минут сейчас будем смывать масочку она немножечко кое-где подсыхает но не в корку видите и будем смывать бальзам вот результат после мастики маска безумно крутая я просто не первый раз ее уже делаю и результат меня впечатляет просто впечатляет дело в том что выравнивается цвет кожи и лицо как будто подтягивается вверх я когда первый раз ее сделал было прям в полном шоке она действительно очень крутая и здорово работает на кожу разглаживает подтягивает в общем все функции которые заявлены пептидное омоложение она полностью их выполнять девчонки это супер вообще это супер и это шок прям маска крутая так дальше по бальзамчику бальзамчик смыла и он очень-очень такой нежненький хорошие напитанные волосики такие гладенькие все прекрасно потом будем наносить с вам с вами термозащиту сушить волосики и уже посмотрим на результат термозащита у нас для сохранения благородного оттенка светлых волос она абсолютно прозрачная и тоже уже пробовала и конечно же о результате расскажу вам чуть позже а пока с вами будем тестировать сыворотку сыворотка у нас тоже анти-эйдж а для лица регенерирующая да да запускает процесс обновления клеток кожи с видимым омолаживающим эффектом состав там бомбезный просто стеклянный вот такой флакончик очень удобная пипетка самая удобная пока которую я пробовала вот так с вами наносим так она такой видите слегка молочный цвет имеет но очень легенькая очень легенькая очень приятная наносим с вами свертку и ее на декольте нанесу вот так она быстро впитывается и и уже практически не чувствую на лице и она в принципе не ощущается на лице то есть она не утяжеляет это очень приятно продукты для возрастной кожи имеющие легкую консистенцию на самом деле находка лицо очень увлажненная сейчас я вам покажу покажу все при дневном свете даже крем никакой не хочу после нее наносить такая кожа приятно вот так выглядит при дневном свете абсолютно не блестит сыворотка на лице абсолютно невесомые не чувствуется на нем прям вот довольна все сто процентов лицо такое гладенькое ровненько прям хочется прикасаться прикасаться бархатная посушила уложила волосы вместе с несмывашечкой до которая у нас защита термозащита и увлажняющие девчонки не первый раз уже ее использую и сложилось определенное впечатление она и создает как будто эффект ламинированных волос вот посмотрите как они лежат волосик к волосику если после мытья головы мне в последнее время всегда приходилось использовать крем от афраше который более-менее несмываемый восстанавливает бальзам до мои волосы сухие кончики то здесь вообще картина просто маслом иначе не назовешь посмотрите они у меня вообще пожженные убитый напрочет просто вот вот на такую наверное длину и и вот этот эффект плотных и ламинированных волос с учетом вот этой вот объемности то есть крутой кондиционирующий эффект да смотрите рукой потрогал все у тебя шапка на на голове волос вообще укладываются прекрасно блестят шикарно сейчас на солнышке вам покажу смотрите просто я в восторге в диком восторге и вот этот эффект ламинирования волос кто делал тот поймет вот я делала только желатином и в салоне один раз делала когда волос такой достаточно плотный и он хорошо лежит вот это вот вообще супер мне очень нравится эта система по уходу за волосами буду дальше тестировать наблюдать обязательно напишу пост в инстаграм и на масочку потому что мы с вами сегодня маску не делали мы только бальзам использовали и оттенок у волос получился такой слегка платиновый особенно это видно у меня на кончиках потому что они более светлые до оттенок очень шикарный то есть действительно можно поддерживать красивый блонд с этим бальзамом и в то же время смотрите какой классный эффект ламинирования волос мне очень понравилось я в диком восторге одно одна из лучших систем до за последнее время потому что мои кончики очень тяжело привести в порядок а тут просто посушилась и они прекрасно лежат не спадают не торчат супер счетом того еще что средства без сульфатов пробен вообще это ценно ссылочку на сайт оставляю под видео проходите знакомь сейчас действует еще крутая акция при покупке на 4 тысячи рублей платите только две по промо-коду летом всю информацию оставлю в инфобоксе промо-код и ссылочку на сайт а сейчас пойдем сами делать макияж я приготовила две косметички свою домашнюю малюсенькую вот такую вот малышку и походную а ты хорошо с чего будем начинать будем начинать наносить тон это будет и new baby заряд энергии тонирующий крем для лица совершенство с 20 спф классный я вообще тональные основы крема веби крема не люблю и летом наверное за все летом носил их два раза но сейчас будем делать с вами по полной тональный крем я наношу пальцем это очень крутой матирующий крем прям вот мой любимый кстати девчонки кто смотрел заказ иван где у меня пришла пересортица то есть вместо палетки теней люкс пришел крем от марк крем мусс что ли он называется как-то так то я попробую и он очень схож по текстуре с вот этим биби крем биби крем не всегда бывает в каталогах и иван вместо него можно взять вот этот вот девчонки марк он круто тонирует он тоже достаточно такой плотный перекрывает недостатки прямо не почти один один такое ощущение что из одной банки разливают нанесу немножко консилера под глаза это фаберлик бьюти лап я кстати уже немного осталось жидким консилер до расходу и прям отправлюсь на поиски чего-то более плотного но он очень легенький жидкий а у меня последнее время такие синичины под глазами что хочется чего-то поплотнее сейчас он немножечко подпитается нужно дать ему прям минутку и потом пальчиками вбить практически на глазах впитывается вот так пальчиками его вбиваем он может забиваться в кладки в складки но потом при повторном распределении когда вы его поправите он остается на месте но он очень легкий девчонки не перекроет вам ничего такой вот легенький легенький цвет хороший но текстура жидковато приступаем к контурингу с чего начинаем начинаем со скульптора я взяла палетку фаберлик хотя последнее время нравится мне очень делать контуринг вот этими румяшками от и фроше но сегодня я решила выбрать именно такой вариант слегка контурируем наши щечки линию подбородка и нос я обычно этой же кисточкой делаю вот так потом я пальчиками так хлоп и все как следует тушу им чтобы у нас с вами не было никаких четких линий теперь берем румяшки тоже хочу взять из этой палетки потому что них такой освежающий красивый коралловый подтон и не стыдно освежают кисточка и фроше неплохая для румян неплохая наносим на яблочки хорошо все тушу им и я еще кое-куда буду наносить девчонки румяна мне нравится эта техника макияжа скульптурирования потому что как матрешка надо как следует растушевать потому что вытягивает лицо немножко вверх как бы лифтинг эффект наносим эти же румяна на века до брови перим сейчас вы увидите как поднимется уже этот глазик и наносим надо под линии роста волос немножечко заходя вот сюда вот под бровь вот так и посмотрите сразу какой лифтинг эффект как поднялся вот этот вот глазик то есть уголочек вытянулся и он поднялся то же самое делаем со второй стороны можно слегка подрумянить кончик носа это сделает его визуально чуть короче вот так теперь а хайлайтер тоже из этой палеточки возьму мы его нанесем с вами немножечко от глазки над румяшками на серединку лба над губкой вот так и слегка на носик на серединку вот так видно девчонки хайлайтер скульптурирование закончили ушло на это буквально две минуты теперь приступаем к оформлению глаз взяла новую палеточку от вивьен сабо вот у меня кстати девчонки есть такая же в других оттенках тоже очень классные красивые ходовые и сейчас я буду вот этот оттенок который мне больше всего понравился наносить кисточкой фаберлик на все подвижные и неподвижные верхние века но не до самой брови а сейчас увидите кисточкой фаберлик он хорошо тушуется хотя тени и вивьен сабо они знаете девчонки ну не скажу что хорошо поддаются тушевки нет их в принципе реально растушевать но они могут иногда лечь и пятнами смотря какая у вас база под макияж используете ли его ее вообще вот этот тональный крем он нормальный в принципе как база база под макияж и оттенок сейчас ложится ровно он немножко розовит и я буду его миксовать с другим оттенком с вот этим с коричневым слегка добавлю его и уже получится такой интересный оттенок больше уходящий в бордо все тушу им опять же чтобы у нас не было четких с вами границ и слегка уводим наши тени вверх к височку но границы все растушевываем глаза оформлены девчонки теперь то же самое я делаю с нижним веком я буду подводить его вот этими двумя оттенками смешивая их сначала розовый розовый даже не знаете как этот цвет назвать и не бордо вроде и не розовый и потом немножко коричневый добавляем то же самое со вторым глазом не там кто-то пилит за окном как всегда надеюсь вам не сильно слышно добавляем немножечко хайлайтера или вот таких вот тенюшек они шиммером из этой же палетки во внутренний уголок глаза для сияния я прямо пальчиком так это делаю карандашиком эйвен эйвентрум гламер стик я не знаю сейчас каталогах они или нет мы будем подводить слизистую нижнюю века он вот такой вот серебряный и очень освежает тоже здорово взгляд вот так девчонки я это прям делаю и взгляд получается таким знаете мерцающий мне очень нравится этот эффект и слава богу мне от этих карандашей эйвен нет раздражения то есть он вполне комфортно себя чувствует на слизистый и достаточно долго держится вот уже солнышко к нам выходят девчонки она нам сейчас совсем ни к чему это глаз оттягиваем такое зрелище устрашающие да вот так подвели слизистую пришлось прерваться и дождаться захода так сказать солнца мы с вами подчеркнули нижнюю слизистую и девчонки конечно не забываем оформить брови у меня просто татуаж поэтому я слава богу теперь этот момент пропускаю светлым оттеночком или хайлайтером еще с вами пройдемся я возьму из этой же палеточки опять под бровкой чтобы опять же высветлить освежить взгляд и добавить еще немножко лифтинг эффекта вот так что делаем дальше дальше я хочу немножечко высветлить серединку подвижного века вот этими тенями галактическое путешествие самым светлым оттенком он мне безумно нравится я пользуюсь им часто и он еще не кончился хотя мне кажется эти тени у меня где-то год я прям на пальчик наношу с кисточки и пальчиком вот так вбивающими движениями серединку подвижного века подсвечиваем слегка подтушевывая это сделает наш макияж не таким тяжелым смотрите как сразу взгляд открывается да и второй глазик не таким тяжелым и если есть у вас нависшие века этот эффект тоже сделает взгляд более открытым скажем так мне очень нравится этот прием в макияже действительно освежает так на этом глазике по моему побольше сейчас мы добавим сюда сияние вот и все они сейчас моментально высохнут тени держатся как вылитые тени очень классно смотрите вот так у нас получилось что делаем дальше дальше мы будем с вами делать либо по вашему желанию стрелку либо я просто хочу подвести межресничное пространство вот таким вот продуктом глэм тим от faberlic это лайнер коричневый оттеночек очень люблю его прям на ежедневной основе если тоненько подвести межресничное пространство зеркальце возьму девчонки поближе потому что это такой процесс который требует сосредоточенности и внимание я прям по ресничному краю делаю тоненькую тоненькую полосочку вот так все просто межресничку теперь то же самое со вторым глазиком прямо без ресниц уже круто но мы тем не менее их накрасим я возьму девчонки вот такой вот тушь из линейки глэм тим который делает эффект нарощенных ресниц они бывают прям жутко длинными от второго третьего слоя притом а у меня никогда не бывает этой туши паучьих лапок и не сохнет она долго общем обожаю артикул 5248 крутая тушь давайте приступать сейчас вы вот не видите моих ресниц да совсем они есть и сейчас вы это увидите а вот реснички два слоя туши и просто хлопай ресницами и взлетай помаду будем использовать который показывал в прошлом влоге vivienne собой в тридцать втором оттеночки крутой теплый нюд который очень похож сейчас на цвет моего татуажа губ прям вот очень почти один в один сейчас я накрашу увидите что практически ничего не изменило стало немножко по насыщенней помада девчонки очень самодостаточная она не требует никакого контура она никуда не плывет не смазывается потрясающе обожаю эти помады увен собой при этом не сушит губки и довольно стойко у меня даже перекусы держал ну вот и все вот и все мои хорошие вот такой у нас красивый макияж получился он подойдет абсолютно для любого цвета типа для любых глаз оттенки очень удачно и очень круто будет смотреться на голубых зеленых глазках и карим и серым он достаточно универсальный я обожаю эти оттенки и люблю их использовать практически на каждодневной основе если видео было вам полезно обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много интересного а я прощаюсь с вами до следующих роликов всех люблю целую всем пока пока кстати к разговору о повязке вот этой свалберез да вот видите я ее сняла и никаких заломов на волосах не осталось рукой прическу поправила все красота огонь